Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия, успеха, старо и самопознание». Меня зовут Наталья, кто со мной еще не знаком. Сегодня предлагаю посмотреть мысли загаданного человека о вас. Вариант будет один. Пожалуйста, сосредоточьтесь на том человеке, который вам интересен. Подумайте о нем, представьте его, визуализируйте, произнесите имя, дату рождения, отбросьте все ненужные мысли и настройтесь на расклад. Не забывайте, пожалуйста, что это общий онлайн формат. Это не индивидуальная консультация, не индивидуальный расклад. Смотрим, какой мужчина сегодня к нам пришел на расклад, в каких энергиях, что между вами. Будем задавать главные вопросы. Итак, какой мужчина, в каких энергиях? В каких энергиях? Человек здесь, возможно, глубоко женат. Либо этот человек сегодня находится в таких энергиях, когда он очень сильно нуждается именно в разрешении своего финансового вопроса. Скорее всего, у него кризис. То есть какая-то материальная составляющая, ну не какая-то материальная, да, а вообще материальная составляющая, она находится в каком-то плачевном положении. И вы знаете, честно говоря, тут исходя из тех карт, которые вышли, человек вообще глубоко задумался, возможно, почему у него так происходит. Вот здесь сразу не то, что энергии идут, а какие-то мысли, формы. Потому что четверка мечей, это всегда говорит о том, что я много думаю, я много размышляю. Но что-то изменить на сегодняшний день, да, именно прийти к какому-то своему процветанию, здесь, к сожалению, он не находит нужного ответа, он не находит нужных шагов. Он как-то разуверился, возможно, в самом себе. Ему хочется иметь многое. Ему хочется иметь многое в сегодняшнем дне, но не реализуются те его желания, на которые, ну вообще, на которые он рассчитывает. Смотрите, также здесь проходит такой момент, если мы не касаемся всё-таки материальной составляющей жизни человека. Такое ощущение, что он призадумался в целом о семейных ценностях. У него что-то не клеится однозначно. Присутствует какая-то бездуховность, одиночество. Может быть, конечно, он стремился сам к этому, к определённому одиночеству. Но, понимаете, возможно, человек не понимал, к чему в итоге может привести это его одиночество. Потому что на сегодняшний день ему как-то некомфортно. Ему холодно внутри, в душе. И нету того тепла, на которое вообще он рассчитывал. Возможно, здесь человек, ну как-то, я не знаю, отстранился от своих близких и родных, от своей семьи. На дне колоды у меня ещё высвечивается десяточка мечей. Возможно, действительно, что-то дорогое близко его сердцу на сегодняшний день утеряно. Девочки, если, допустим, вы с загаданным человеком расстались, я имею в виду развод, то, возможно, человек начинает задумываться о том, что же я натворил. Давайте посмотрим вообще в целом, какой это человек. Какой он сам по себе. Какой он сам по себе. Человек любит праздники. Человек, в принципе, сам по себе, он общительный. Он доброжелательный. Компанейский. Человек может заводить компанию, то есть своей харизмой. Я не знаю, анекдоты травить, шутить, да. То есть он действительно может быть центром даже компании. Он может организовывать друзей, собирать друзей, как-то сплочать людей. Здесь тоже, кстати, идёт такой момент. У этого человека заложено, понимаете. Он умеет организовать, чтобы было всем хорошо. Но ему, конечно же, в первую очередь. Ну, конечно же, в первую очередь. Человек, ну, такое. Человек-праздник. Ещё. Праздник-то праздник, девочки. Но этот человек никогда никому не будет показывать, что у него на самом деле внутри. Это очень скрытный человек. Очень скрытный. И для этого человека опять идёт материальная составляющая. Она для него будет как-то в приоритете. Вот даже, смотрите, если человек является организатором каких-то мероприятий, праздников, да, он вряд ли будет особо туда вкладываться. Он может, знаете, я идею даю, ну, всё, чтобы было, возможно, как-то равнозначно, равными частями. Ну, вложений я имею в виду. То есть здесь особо человек раскошеливаться не будет. У него есть, конечно, вот это вот внутреннее состояние. В принципе, у меня на сегодняшний день то, что я имею, в принципе, это нормально, это норма. Но, как правило, таким людям хочется ещё большего. Вот. И он жадноват. Он будет скрупулёзно всё просчитывать, высчитывать, там, дебет с кредитом сводить и так далее. Ну, вот здесь вот немножко человек прижимистый. Но погулять он любит. Вот даже, смотрите, опять-таки, да, если человек всё-таки решается провести очень хорошо время, он всё равно будет очень чётко высчитывать, сколько он может потратить. Если, ну, я условно, да, допустим, мне на праздник нужно будет вложиться, ну, тысячу рублей. Всё, он за эту сумму заходить не будет. Ну, вот он такой, да, ещё, ещё какой-то человек. Человек, возможно, часто попадает в какие-то конфликты. Ему приходится часто отстаивать какие-то свои границы. Либо пробивать какие-то стены, что-то доказывать постоянно кому-то, да. Вообще человек сам по себе активный, безусловно. Может быть, в какой-то степени даже торопыга. Знаете, я иду наперекор всем и вся. Вот если, допустим, к примеру, ему говорят, что зелёный цвет – это зелёный, но если он будет говорить, что это синий, то всё, он будет, как говорится, до последнего спорить. Отстаивать своё мнение. Здесь человек, конечно, тоже интересный, своеобразный. Но по большей части, по большей части всё равно этот человек, которому как-то хочется жить легко. Особо не беря ответственность за какие-то важные вещи, которые происходят вообще с человеком в жизни, какие-то жизненно важные процессы. Нет, безусловно, этот человек будет как-то там решительным, будет, по крайней мере, стараться, стараться держать слово. Но ему хотелось бы по большей части, чтобы ему никто ничего не предъявлял, ему никто ничего там не навязывал даже здесь, да. То есть он сам знает, что он хочет, как он хочет и тогда. Но больше он хочет, конечно, праздника жизни, всю дорогу. Никаких осложнений. В общем, чтобы у него всё было на лайте. Модное слово – на лайте. Давайте посмотрим, что между вами происходит. Что происходит между вами. А вот тут у вас, честно говоря, непонятная история. Такая, знаете, скрытность, безмятежность. Движения здесь, наверное, нет, скорее всего. Да. Здесь, смотрите, если вы находитесь вместе всё-таки с этим человеком, да, может быть, вы и не расходились, может быть, так вы находитесь под одной крышей, но у вас определённая сейчас, может быть, молчанка, стагнация. Так вот здесь как раз-таки идёт речь о том, что одиночество вдвоём. Много недосказанного, много скрытого сейчас между вами. Какая-то тайна повисла, и никто не понимает, что вообще, возможно, происходит. Хотя догадки есть. Потому что здесь, смотрите, всё равно и вы можете быть вот этим отшельником, и загаданный человек вами тоже может быть и отшельником. А отшельник сам по себе, он человек очень мудрый. Он, ну, у него здравые рассуждения, честно говоря, да, и он примерно понимает, в чём истина и в чём корень. По крайней мере, старается понять глубину какого-то события. Почему, от чего, зачем и для чего. Если, девочки, вы задаётесь такими вопросами, то я вас поздравляю, вы найдёте скоро ответ. Возможно, вы его уже нашли, этот ответ. Почему, допустим, на сегодняшний момент, вот между вами, это, к примеру, молчанка и стагнация. А здесь действительно может быть молчание. Никто ни с кем не общается. Обиды я, конечно, пока здесь не вижу. Прям вот такой... Ну, хотя обида может быть прослеживаться. Кто-то на кого-то обиделся. Как говорится, губы надул и сидит молчком. Ну, здесь, конечно, больше идёт со стороны короля Пентакли. Ваши отношения, они могут быть длительными. Это не первый день знакомства. Здесь это действительно может быть ваш супруг, либо тот человек, который в какой-то степени для вас уже является постоянным, стабильным мужчиной. В какой-то степени. Если вы не находитесь, как говорится, в узаконенных отношениях, то, по крайней мере, вы рассчитывали, возможно, что этот человек будет вашим супругом. Может быть, к этому всё и шло. Но что-то происходит не так. Вот понимаете, здесь всё равно интуиция, она у вас срабатывает. Что у него, что у вас. Происходят какие-то метаморфозы между вами. И к чему это всё приведёт, пока ни вы, ни он не понимаете. Не догадываетесь. Но внутри, вот внутренний голос вам подсказывает, что-то должно произойти. Пока такое, как затишье. И это затишье, вот оно томительное здесь, понимаете. И, возможно, вот это вот ожидание, ну, как-то беспокоит. Наверное, больше не беспокоит, а как-то разочаровывает, честно говоря. Знаете, здесь на дне колоды восьмёрка кубков, да? Такое ощущение, что я вроде бы ухожу от вот этих каких-то мыслей, пытаюсь что-то докопаться до какой-то истины. Сначала я вроде бы всё это отпускаю, мне всё равно. Мне, как говорится, по барабану. Но потом как-то нахлынует, и я обратно возвращаюсь, и у меня опять начинают мысли крутиться, вертеться. И как некая бесконечность, честно говоря. Тут, говоря, прослеживается такая история. Поэтому здесь, ещё раз резюмирую, общения как такового я не вижу. Если даже это есть минимальное, недосказанность в любом случае здесь есть. Чувствуется, что-то повисло в воздухе, какая-то тайна. Но она рано или поздно всё равно вскроется. Нужно время. И здесь, ну, девочки, тут уже сразу вышел король Пентакли. Конечно же, главную скрипку здесь играет ваш загаданный человек. То есть от него исходит вот эта какая-то таинственность, чародейство. Хорошо. Давайте смотреть, что в целом думает о вас загаданный человек. Какой он вас видит? Какой он вас видит? Ну, вы для него женщина судьбоносная. Тут сразу выходит старший аркан, двадцатый, да? Вы для него женщина судьбоносная. Он с вами, девочки, проходит урок кармический, да? И вы та женщина, которая... Нет, подождите. Какой он вас видит, да? Он видит для себя вас очень судьбоносной женщиной. Вы очень глубокая. Это самое первое. Это самое такое, наверное, важное. То есть, вот смотрите, у него тройка кубков – это в приоритете. То есть это более такая поверхностная, лёгкая жизнь. Вы же – нет. Вы очень высокого порядка человек. У вас очень такая продвинутая душа. Вы высокодуховный человек. И он с вами, такое ощущение, как... Ну, по тройке Пентакли, как вы ему что-то показываете. Возможно, своим поведением. Возможно, своими рассуждениями. Невозможно, человек вас видит... Знаете, как? Вы действительно можете говорить очень мудрые вещи. Очень мудрые вещи. Вы человек, который всегда идёт на контакт. Вы человек, который постоянно в развитии. Вам очень... Смотрите, вам очень важно что-то познавать всегда новое. И с каждым разом такое ощущение повышать свой уровень знаний. Неважно в чём. Это может быть касаться вашей профессиональной деятельности. Понимаете, такое ощущение, как вам мало. Вот вы доходите до какой-то определённой планки, и вам мало. И вам нужно ещё, ещё, ещё. Вот он у вас видит, что вы человек постоянно в росте. Вы постоянно что-то изучаете, двигаетесь, развиваетесь. И в то же время он вас видит таким человеком, возможно, не верящим в свои же собственные способности. Вы выглядите в его глазах немножечко такой беспокойный. Если вы, допустим, человеку говорили подобные вещи, приведу пример, допустим, я почувствовала, что вот сегодня, допустим, будет дождь. Вот мне приснился сон, и вы, допустим, начинаете рассказывать этот сон и объясняете человеку, что... И вот, наверное, будет дождь. Он вас может посчитать, знаете, таким человеком, ну, немножко даже где-то странным. Странным. Я не говорю, что... Ну, в общем, какой-то интересной личностью. Для него, понимаете, вот он идёт по королю Пентакли, он более такой приземлённый. Вы нет. Вы много чего видите. Того, возможно, чего другие люди не видят. Действительно, вам могут приходить ответы в снах. Вы начинаете... Опять повторюсь. Вы начинаете человеку что-то объяснять, а он может подумать... Странная женщина. Вот здесь немножечко будет об этом. И всё равно вы в его глазах, вот какой он вас видит, всё-таки беспокойный. Накручивающий себя. Опять-таки, где-то неуверенный в своих же собственных силах, да. На дне колоды ещё повешенный, да. Возможно, на сегодняшний день, девочки, он вас видит ещё и в неком таком внутреннем раздрае. Я не знаю, как мне двигаться, как мне поступить, как мне действовать. Знаете, вот какая-то двойственная у вас сейчас позиция. С одной стороны, вы замерли. То есть, в сторону загаданного человека вы вообще не проявляетесь. Раз тут так выходит, хочу дальше спросить. Вот по его мнению, почему, допустим, вы не проявляетесь? Что является причиной? Девочки, это его мнение. Мы спрашиваем, что он там вообще себе думает, да, о вас. Как он считает? Почему вот вы в такой какой-то подвисшей, зависшей ситуации? Это не простая ситуация на самом деле. Она выматывающая, эта ситуация. Скорее всего, вы, как он считает, да, вы подвисли в такой ситуации, потому что загаданный вами человек, он не делает выбор. Он не дарит вам ту мечту, на которую вы когда-то рассчитывали. А ещё всё-таки здесь умеренность, да? Так, нет, это звезда. Девочки, я немножко не плохо, вернее, не очень хорошо вижу, так что я прошу прощения. Нет, это звезда всё-таки. Это не умеренность. Вот смотрите, здесь всё-таки у человека понимание того, что то, что вы хотели от него, вы это не получили, потому что он никак не может определиться в вашу сторону. Он вам не даёт, возможно, то, что он когда-то обещал, но он никак не может это реализовать. Почему ты не можешь это реализовать? Тут, конечно, ещё один пластинформат идёт. Ну давайте, почему он не может реализовать вашу мечту? В чём причина? В чём причина? Потому что у него нет тех качеств, девочки, которые вы в нём увидели. Он далеко не маг. И он это прекрасно понимает и осознаёт. То есть, если раньше, допустим, человек позиционировал себя «я всемогучий», как говорится, да, то есть «я всё могу», «я всё умею», «я всё преодолею», «я справлюсь абсолютно со всеми вопросами», «всё разрешу», то на сегодняшний момент он не может ничего, потому что его вот эта вот хвалёная позиция в ваших отношениях, то есть не оправдалась. Бойкова мужчина не оправдалась. Здесь, конечно, может пройти ещё такая история, что почему вы находитесь вот в таком вот подвешенном состоянии, по его мнению, а потому что вы сами не можете определиться, вы находитесь рядом с ещё каким-то мужчиной, и вы сами не понимаете, кто вам нужен. Здесь может быть ещё такая информация. У всех ситуации абсолютно разные. У всех ситуации разные. Хорошо, что ещё думает о вас загаданный вами человек? Что ещё думает о вас загаданный вами человек? Вы очень активная. Вы очень активная. Вы жизнерадостная. Вы борец. Если даже на первый взгляд покажется, что вы женщина очень такая милая, хрупкая, возможно, да, у кого-то так будет проходить информация, вы очень энергетически мощная. Вы как батарейка, энергайзер. Вас невозможно, как говорится, удержать на одном месте. Вы идейная, очень страстная, кипучая. Вы всегда несётесь к своим собственным каким-то свершениям. И причём вы несётесь к своим уже собственным свершениям, исходя из своей любви к людям. Вы открытая. Вы очень открытая. Но и в то же время вы тот человек, который никогда не даст себя в обиду. Вы не позволите, чтобы вас кто-то обижал. Вы сразу можете реально показать свои зубки. И, девочки, что ещё, думаю, этого загаданного вами человек? Ну, наверное, он хотел бы всё-таки ещё к вам приблизиться, потому что по десятке кубков. Но это такая очень замечательная, положительная карта именно на отношения. Отношения, конечно, здесь могут быть вау, какие фееричные. Наслаждение масса. Признание в чувствах, возможно, здесь тоже может проявляться. Вот рыцарь жезлов и десятка кубков – это, конечно, страсть. Это нежность, это страсть, это что-то такое невообразимое. Это высший пилотаж. Высший пилотаж. Я имею в виду, когда мужчины и женщины близки. Здесь может быть такой вот, знаете, очень яркий интим. Ну, он бы, конечно, хотел бы ещё побороться за такие прекрасные мгновения в своей жизни. Что ещё думает о вас? Вот на дне колоды рыцарь мечей. Ну, человек, на самом деле, готов к вам чуть ли не сейчас рваться, лететь. У него могут проходить какие-то нотки ревности, да? Человек как-то вот немножечко агрессирует, злится. Мысли там у него всякие разные бушуют в его сознании. Давайте ещё посмотрим. Ещё что человек думает о вас? Что ещё думает загаданный вам человек о вас? Что ещё думает? Знаете, такое ощущение, что ему не хватает некого сарказма. Именно вашего сарказма в его сторону. Ему этого не хватает, ему этого не достаёт. У вас сарказм... Вот женщины умеют так очень элегантно подстёгивать мужчину. Вот ему не хватает вашей какой-то элегантной колкости, можно так сказать, да? Здесь выходит королева кубков. Безусловно, ему не хватает вашей нежности. И он вас видит безумно нежно. Девочки, ещё раз повторюсь. Вот всё-таки вышла королева кубков, да? Женщина действительно может быть такая очень хрупкой казаться. Неважно, каким вы ростом и так далее. Неважно. Сам ваш образ в глазах загаданного человека, вы для него очень хрупкая, безмятежная такая, нежная. Королева кубков, она умеет показывать вот эту какую-то душевную чистоту, доброту. Очень интуитивная женщина. Ему не хватает даже, возможно, не только колкости, но и вашей какой-то внутренней женской подсказки, интуиции. Может быть, даже вы его как-то подкалываете, интересно, в том плане то, что где-то подкололи. А это будет направлено на то, чтобы как-то он правильно начал действовать. То есть интуитивно, да? И вы его подталкивали, допустим, каким-то его начинанием, свершением и так далее. Ему вас безумно не хватает. И, возможно, так же и его вам очень не хватает. Он, кстати, тоже об этом думает. Что вы тоже по нему очень скучаете и переживаете. Здесь, кстати, может пройти такая история, что из-за какого-то поведения, не совсем такого ответственного, да, эти отношения могут действительно утратить ту яркость, которая у вас была когда-то. И утратить ее совсем и навсегда. Вот эту какую-то очень чуткую симпатию друг к другу. И смотрите, здесь еще, конечно же, по пажу мечей я могу сказать, что человек вас все равно из виду не выпускает. Он как-то все равно пытается, возможно, за вами где-то подследить и так далее. Да. Потому что у него тоска. У него реальная тоска по отношению к вам. Ему не хватает вашей незраженности. И опять на дне колоды, опять тасовала, да, и все равно рыцарь мечей. Он как-то возмущен вообще ситуацией на сегодняшний день. Так, хорошо, а давайте тогда спросим. Так немножко, конечно, затягивается. Ну ладно. Все-таки я хочу задать дополнительный вопрос. Вообще, как он реагирует, да, на сегодняшнюю ситуацию между вами? Как он относится? Как он относится? Что между вами? У вас стагнация, у вас тишина. Ну, такое ощущение, что каждый из вас проявляет свое эго. Ну, смотрите, здесь он считает, что вы... В общем, здесь четко вышло, девчонки, смотрите, как вы друг друга динамите. Королева мечей, король мечей, да. Вот смотрите, вы чуть-чуть от него отвернуты. Вот если было бы так, конечно, было бы, ну, как бы, прям, ну, примирение, да, такое некое. А здесь все равно, вот каждый из вас сейчас проявляет свое эго. И никто не идет друг другу на уступки. Вы королева мечей, хладнокровная такая, не... Вы не будете прогибаться, понимаете? И он тоже король мечей. Он считает, что вы пара. Вы два сапога пара. У вас у обоих очень сильный характер, нараб. И сейчас каждый из вас включил свое вот это вот какое-то... Я не сдамся, я не поддамся, я сижу, я восседаю на своем троне. Никто здесь уступать никому пока не собирается, да? И самое, что интересно, как бы ни хотелось, возможно, каждому из вас сдвинуть с места вот эту колесницу. Вы хотите сдвинуть эту колесницу? То есть что-то начать, чтобы движение, чтобы события начали меняться? То есть вот этой пустоты в пространстве, чтобы не было. Но у вас и не будет, в принципе, пустоты. Все равно у вас ментал здесь очень четкий. Вы на расстоянии друг друга хорошо можете считывать. Кто как себя чувствует, допустим, кто примерно, ну, я не знаю, там, думает, вспоминает. У вас очень сильный, вот эта вот сильная связь друг с другом. Она яркая. У вас отношения на самом деле яркие. И вот что он думает по поводу вашей ситуации. Мы уперлись. Здесь никто друг к другу уступать не собирается. Никто уступать не собирается. И он считает, что вы первая начали всю эту историю. Девочки, но это его мнение. И неважно, кто, возможно, там ушел первая, развернулся, отвернулся, губы надул и так далее. Неважно. Он все равно считает, что от вас все первое пошло. Хорошо. Ну и самая главная мысль загаданного человека о вас на сегодня. Самая главная мысль. Что он осознает относительно вас. Самое главное. Самое главное. Все-таки надо как-то двигаться. Все-таки надо как-то проявляться. Трансформация. Смотрите, самая главная мысль, наверное, о том, что вы тот человек, который его меняет. Девочки, вы действительно его как-то меняете. Вы его меняете. И, возможно, человек... Ну-ка, к чему приведет вот это вот изменение, трансформация? Почему? Вот пока прям глобальных каких-то изменений, наверное, в нем не будет, девчонки. То есть кто вы для него? Вы тот человек, который загнал его вот в это какие-то внутренние изменения. Человек очень долго будет копаться в своей голове относительно себя, относительно вообще той жизни, которой он живет на сегодняшний день. Вот по Жо Пентакли здесь человек делает шажок вот в эти внутренние изменения. Но и также еще, кто вы... Ну, вот самая главная мысль о вас, у загаданного человека, человека, вы та женщина, которая заставляет сгорать этого человека по отношению к вам именно в страсти. Вы ему очень безумно привлекательны. И смотрите, пока человек там будет где-то зависать, подвисать, да, все равно у него будет тоска, скучание. Он по вам сильно действительно тоскует и скучает. Безусловно. Возможно, особенно в вечернее время. На него, знаете, как нахлынувает, словно поток мыслей, сердцебиение учащенное становится и так далее. И он начинает глубоко размышлять. А что же дальше? Пока, девочки, я не вижу. Конечно, может человек как-то проявиться, какой-то робкий шаг сделать, но я здесь особо прям такого не вижу. Больше стагнационные такие арканы идут. Главная мысль. Пока посижу, пока подумаю. Но я уверен, что изменения будут. Когда? Не знаю. Что-то из этой серии. Как-то печальный образ у него сегодня. Харизма куда-то у него подевалась. Где-то, девчонки, вы его сломали, наверное, да? Подломили его мага все-таки, да? Ну и здесь, конечно, человек болеет, душевно болеет. Девятка жезлов защищается. Знаете, возможно, человек еще боится как-то наступить на одни и те же грабли. И неизвестно, который раз. Он будет долго думать, как быть с вами и вашими отношениями. Но рано или поздно к чему-то придет человек. И это хорошо, и это главное. Хорошо. Вот такой вот сегодня получился расклад. Пожалуйста, пишите в комментариях, насколько он с вами резонирует, как проигрывается. Я от души благодарю, что вы со мной, что вы досматриваете мои ролики до конца. И желаю вам удачи, везения и счастья. Женского просто счастья. Всего доброго. До новых видео.